я могу честно сказать до самого последнего момента мы точно не знали что именно получится и как это получится большая часть вообще всех событий на разворачиваться перед глазами так как я уже восходил я в принципе знал что там как бы любая любое телодвижение это силы ты живешь в этом базовом лагере ты готовишься к восхождению те жесткая программа у тебя просто даже времени нет физически свободного почти нет ты приползаешь там прогулки акклиматизационные откуда-нибудь с 5000 вот и все ты можешь есть ну спать чуть позже если удастся значит ну и что-то еще такое делать простейшие там вся затея в том что ты существуешь как ну как такая мясная машина ты идешь и дышишь идешь и дышишь идешь и дышишь и пока ты идешь и дышишь с тобой все нормально когда ты начинаешь смотреть по сторонам соответственно либо красота который захватывает дух либо ужас который начинает гнать тебя наверх только две опции у меня было гора баши всем два хэштег гора баши на голове заползли сегодня будем купаться в двух водопадах что делает группа когда она где-то все-все-все конечно в нашем случае мы всегда играем и снимаем а он джем смотри какие горы два звукорежиссера сидели в двухместной камере двадцать лет их выпустили в один день они вышли из тюрьмы возле ворот поговорили полчаса про звук и пошли домой вот мы также обсуждаем на 6 мы уже 10 раз отсоздали эти концерты но мы продолжаем да 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 но это но это интересно ведь правда на сегодня у нас всего 300 завтра 400 а потом дальше больше ну а как известно верхняя точка здесь не только здесь а в европе это 5 6 4 2 туда и собираемся ну чё погнали по низу сейчас обойдем вот эту гряду вот видите вот перед нами небольшая выступ стали вот мы его обойдем и уже поднимемся под опадом там искупаемся кто по возможности потом у нас будет поляра дедендрона цветущего и все альпийские луга так что при фонем вся красота нет мы как раз начнем жить по-настоящему здесь и сейчас просто хочется каждую секунду записать добавить потому что неожиданно круто вообще называется тирскольдское ущелье какая нафиг новая зеландия какая нафиг с лагерью масштаб здесь круче ты идешь идешь по ущелью очень долго идешь куда-то карабкаешься взбираешься и внезапно ну где-то там с какой-то невероятной вообще высоты из-за облаков практически на тебя начинает падать вода вокруг цветет радодендрон и еще какие-то цветочки это место силы подназначено это место силы подназначено там еще где-то до трех сто нужно тут пробраться и на сегодня это будет финиш нашей экспедиции но это не так то просто оставшиеся сто метров ну вот надо передохнуть а так вообще просто космос все мы рождаемся с крыльями но не у всех хватает храбрости их расправить забрался наверх за какой-то камень и спугнул там сидела птица она чуть выше чем мне по колено наверное вот такая вот птица коричневая с он там что-то заорал на меня как-то гневно раскинул крылья и спланировал вниз и я в какой-то момент увидел всю эту долину внизу ущелье не помню кто называется глазами этой птицы практически я понял как вообще как как он себе все это видит всегда это было не невероятной красоты какой-то на секунду это промелькнуло это в общем меня потрясло ну что сегодня у нас день 3 сегодня день логистики сегодня надо будет перебазироваться с поляна и азава вот из нашей гостишки наверх барахла много так что сегодня развлечемся как следует это последнее место куда можно протянуть электричество вот а мы ехали с полной выкладкой комбики пульты мониторинг все на свете и нам нужна была розетка иначе бы ничего не состоялось туда к нам приехал микроавтобус и оттуда мы перли на двух канатных дорогах и дальше там ходят такие грузовички гусеничные называется ратрак по сути кроме них ничего туда больше не ездит в этот снег он может найти гусеница подниматься тоже под таким углом жутко тоже страшно в нем сидеть и там сзади у него такой корыто в него груз сваливают людей сваливают аппарат все на свете и вот это корыто значит едет туда наверх такой на сказать корыто там дизайн от пенинфорина все очень красиво но сзади все равно приварены честные советские корыто сваренные тружениками горы давайте в пучку сложим чего осталось все пойдет на тушку последний пакет пепел да все тушки людей мы думали что будет вот так мы поставим на фоне вот вершины и вот там чтобы вот так и эдак по факту походили посмотрели прикинули посмотрели солнце стороны света ветер реальность виды и вообще нашли другое решение да то есть вот действительно это точно спланировать было невозможно было непонятно как это произойдет сколько мы там выдержим этих песен сыграть из удастся ли вообще петь там вот но мы уже понимали что это будет происходить мы на месте но в смысле не на месте экспедиции экспедиции да мы планируем и мы про визиру на сцену и хотим здесь сыграть вот смотри да ну вот вот так вот это вершина конечно это была идея безумная привести из москвы телескоп мы привезли почему да потому что москве телескоп ну разве что на луну смотреть то что она большая красивая а все остальное там практически не видно так ну что и будет собрать а вот кстати что значит высокогорье я собрал неправильно переставлять но вот к сожалению та часть горизонта она все затянуто абсолютно вот сверху есть но звезды чем вы сделать ничего мы там сейчас не увидим и тучи идут наверх так что не сегодня нужно не будем пошли телескоп мы в предпоследний день задействовали еще по одному назначению мы телескоп смотрели как наша группа возвращается когда наши пошли уже на вершину попробовали навели телескоп телескоп на склон и очень прикольно даже попробовали сделать фотографии может быть день их там покажем выложим и мы наших нашли то есть реально при такой степени увеличения за несколько часов до того как они спустились мы уже знали что а вот они идут с вершины и все и все хорошо все круто тоже было интересно сейчас до конца Ну, оттуда будем заправать. Вообще сегодня был очень важный день. Сегодня у нас последняя крайняя тренировка. Мы до скорби, они показаны сегодня набрать высоту в 5-100. Другое говоря, можно было идти на рассуждение пешком, но по технологии можно и на родраке. Поэтому мы немножко себе на один час включаем выход, но все самое сложное будет вверху. Вчера мы дошли, вот, до низа скал по-тупому, да. Да, вчерашняя наша высокая точка была вот там, внизу вот этой семерочки, если ее видно, Джек. Ну, теперь время карабкаться дальше. Пошли. Так как я уже восходил, я, в принципе, знал, что там, как бы, любое телодвижение – это силы. Несмотря на то, что у нас есть с собой аппарат и так далее, то мы будем смотреть, насколько вообще реально там, да, вот это вот все там сделать концерт, и все это снять и записать, мы будем смотреть относительно своего состояния. Четыре девятьсот, уже порядочно загребает, все болит голова, еще немного осталось дыра трака. GPS показывает пять тысяч один метр. Поздравляю! Мы выше монбланы, это несколько успокаивает. Но ниже базового лагеря Эвереста. Метров на триста. Я, честно говоря, был достаточно скептически настроен вообще, что вообще нам все это удастся сделать. Вот. Но когда у нас образовался вот этот вот, ну, как бы, всегда день отдыха перед восхождением, когда у нас образовался этот день отдыха, и мы собрали аппарат, и я сел за барабаны, и мы еще что-то начали играть, я понял, насколько я поэтому соскучился, и мне кажется, что вот этот вот сам концерт, он какую-то дополнительную энергетику дал. Это невозможно вообще ни с чем сравнить. Я все время, что мы вернулись дома и пытаюсь какие-то проводить параллели, они вообще не проводятся. Размахивать гитарой на фоне гор, таких прям красивых, это очень интересное ощущение. Не ожидал, что мы сможем вот такой полный пакет вытянуть, что касается вот музыкальной части. То есть средние ожидания были немножко ниже. Думал, что, ну, что-то как-то мы, наверное, сделаем, попробуем, ну, вот что получится. Но мне кажется, что получилось действительно очень интересно и полноценно. Мне показалось, что просто как-то все более эпично было, что ли, я не знаю. Ну, круто, да. Я сбегу, только в надо, далеко, чтоб меня не найти. Ни Ви-6, ни Масады. Хорошо бы еще для начала тебя разлюбить. Тебя разлюбить. Я уеду, я уеду, я уеду в дальние края. Я уеду, я уеду просто на тебя. Я уеду, я уеду, я уеду, я уеду. Сейчас у нас происходит самый удивительный выход на сцену. Давайте очень... Украина и пусть им. Субтитры подогнал «Симон» Пойдем со мной, и ты знаешь Весь мир в руках, перекладив карман Поверь со мной, не заскучаешь Ведь и у меня есть гениальный план Каман Отрадим ли парк, угоним ли танк Мы вместе с тобой, и с чем я радик И сменим ли мир, портемся в эфир А может быть мы махнем вокруг земли Давай полегаем с тобой вдвоем На аэроплане друг друга украдем Нас не найдут, нас не поймают Мы лучше всех, мы суперэкипаж Ищем крабельки и взлетаем Адреналин по пенам и фассаж Камон Отрадим ли парк, угоним ли танк Мы вместе с тобой, веселья ради Изменим ли парк, угоним ли танк Изменим ли мир, портемся в эфир Друг друга украдем Давай полегаем с тобой вдвоем На аэроплане друг друга украдем Нас не поймают, мы лучше всех Мы суперэкипаж Ищем крабельки и взлетаем Адреналин по пенам и фассаж Нас не найдут, нас не поймают Мы лучше всех, мы суперэкипаж Ищем крабельки и взлетаем Адреналин Победа ты парк Камон Это какое-то невероятное вдохновение При том, что там было не много слушателей Альпинисты, они в какие-то группы приходили, уходили И у них не было времени просто сидеть и слушать нас все время Потому что там очень все жестко в графике И ты играешь по сути сам для себя, для своих коллег И для того, что вокруг у тебя, для всех этих гор, снегов Тех же галок там, я не знаю Когда ты в этом концерте никак У тебя нет никакой выгоды от него Ты занимаешься, ну, вообще по сути, чистым искусством Тебя, скорее всего, там, какую-то песню не слушал, наверное, вообще никто Потому что одна группа уже ушла наверх, а вторая еще сверху не спустилась И это ничего не меняет в твоем ощущении восторга вот этим вот чистым искусством Какой-то народ проходил, мы еще пока настраивались Они такие, можно мы здесь посидим, что так круто вообще Энергетически это дало, конечно, такой подъем То есть играть вот на природе и, как сказать Ну, я типа такой играю, играю, поворачиваю голову, там, Эльбрус И вот это вот все масштабы Ну, это вообще, конечно, неописуемые ощущения Это такой, это большой кайф Я не знаю, как там роман, потому что, как бы, певцу Ну, как бы, как там петь-то на высоте Все-таки надо, чтобы был воздух, да Я так и не понял, это было или не было? Это был лучший концерт в моей жизни, чуваки Гора сегодня нам просто так помогла с погодой, что просто офигеть Я с утра сегодня проснулся и вообще воздух сухой, все Думал, вообще двух слов сложно связать, вот А ничего, спели, сыграли Здесь все-таки энергетика какая-то сумасшедшая Вот, и вот гора, она спряталась сегодня, но я говорю серьезно Она нам сегодня позволила это сделать Потому что, если бы, например, пришли грозовые облака Да просто все что угодно, снег, крупа, дождь и все А мы просто смогли это сделать, и это очень здорово, нам повезло Начнем с доски, брата Вставляем туда, и вот так под внешнюю Вот это вниз, да, сюда, давай Беру с собой ботинки для сноуборда и сноуборд Будем вонзать Все, сейчас садимся в ратрак, едем на 4800 Сейчас, значит, мы забрались на седло и прошли его Сейчас находимся на... и мы находимся с северной стороны седла Неподготовленная ночевка на высоте 5300 метров Опасно для жизни Олегович, ты где? Да скандыбал Сними фонерик, вот это вот, не сними капюшончик Олегович Кирилл с Олегом сегодня поднимаются на восточную вершину Вот куда-то туда Вчера гора остальным из нашей группы объяснила Что для нас в этот раз является верхней точкой Ну что, в этот раз 5000 с копейками Тоже прекрасно Ждем ребят Мы начали подниматься вот на восточную по классике То есть там все, перешли седло на другую сторону Начали подниматься И начала резко портиться погода Вот, а там погода меняется вообще очень резко Там буквально 5-10 минут и уже ничего не видно Ветер поднимается там до каких-то очень сильных порывов И вообще тебя сдувает оттуда И надо срочно валить И если, слава богу, если это будет не грозовое облако Потому что если грозовое облако Надо с себя все железо скидывать, значит И все телефоны быстро в какой-то мешок И все это на веревке закидывать 30 метров назад И с собой валочь, чтобы тебя молнией не ударило Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на вершине На восточной вершине Олегович, давай, где наш фланг? На вершине мне показалось, что мы там провели буквально пару минут Хотя мне потом говорили, что это было минут 20 Но первые, мне кажется, минут 5 я сидел просто и Пытался поймать дыхание, осознать еще что Просто сидел, смотрел в одну точку, я даже не оглядывался Любое телодвижение, буквально даже достать телефон или камеру И чтобы сделать фотографию, это просто неимоверное усилие Потому что хочется просто сесть или там встать и просто дышать Чтобы хоть как-то отдышаться Мы успели в последний момент, когда погода начала портиться И вершина начала затягивать Встали в связку с инструктором и буквально побежали бегом вниз Через молоко, через туман, когда вообще ничего не видно Кроме как впереди стоящего человека На вершине погода резко поменялась Мы быстро спустились в седло Вот такая вот история, ничего не видно Если ты идешь гору, надо уважать гору Нужно готовиться с полной отдачей И выкладываться на все 100 На 99 не прокатит Там реально нужно работать с собой по полной программе Творческая часть, вот концерт, это то, что мы любим То, чем мы живем, то, чем мы занимаемся Это тоже требует большой отдачи Может быть другой, там не физической, но какой-то моральной, эмоциональной И, конечно, тянуть два этих процесса полноценно, это сложно Вот это человек с вершины Сколько мы там были? Не больше 10 минут, да? 120 Да Я думаю, это одна из лучших практик развития духовной силы, которая вообще есть Некоторые люди там, не знаю, стоят в планке на время, там, на кулаках Вот, но, как бы, часы-часы Сходить на гору, это, конечно, несравнимое ни с чем ощущение Мне нужен отпуск Ну, как дела? Нормально Подожди, ты хоть расскажи, как оно было-то Потом Все, хочу снять с себя Многое пришлось пережить, испытать вновь И, да, я могу сказать, что эта неделя с небольшим, которую мы там провели Она, она меняет, оказывает влияние на последующую жизнь, на те цели или ценности, которыми ты оперируешь, к чему ты стремишься, как ты смотришь на вещи Такой тур, расхождение на Эльбрус Делюкс версия Плюс С игрой концерта еще Если бы можно было всегда так делать, ты едешь там куда-то, ну, не знаю, куда-то зачем-то, а заодно сыграл там концерт Это было бы вообще супер, потому что это любую, любую, как бы, если ситуация там сложилась у тебя не очень, то концерт тебе это компенсирует А если она сложилась круто, то концерт все это удваивает, утраивает и так далее Я очень часто это говорю, что вот в горах есть какой-то мистицизм, то есть вот какая-то вот такая вот история энергетическая, которая вот Там можно просто сидеть вот с инструментом и молчать, и уже это круто Когда там начинаешь играть, там как-то вот все лишнее уходит, то есть интересные ощущения Открыта разбитых облака Всем привет, пока мы снова улетаем Позови дожди и города Оставляет перелетных стая А не грусти, прощай, прости Ночь с ломбами Я так хотел бы остаться Но впереди горят огни И сердце рвется на части От летом разбитых облака Значит, жив еще пока забудем И сердце рвется на части И сердце рвется на части На части На счастье Остаться я бы хотел с тобой На счастье На счастье Остаться просто Лети со мной Ты не проспей Прощай, прости Ночь словно миг Я так хотел бы остаться Но впереди Но впереди Горят огни И сердце рвется на части На счастье На счастье На счастье Остаться я бы хотел с тобой На счастье На счастье Остаться просто Лети со мной ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Одиноких я тебя пытаюсь разгребить Когда солнце улет, когда время затрёт Мои слепы в песках, ах, как у меня Когда сердце уснёт и снова биться начнёт Я буду повторять твоё имя Когда солнце умрёт, когда время затрёт Мои слепы в песках, ах, как у меня Когда сердце уснёт и снова биться начнёт Я буду повторять твоё имя Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»